МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! В эфире «Преображение» – программа о людях, живущих в мире с Богом. Завтрашний день называется «Неделя о Самариныне». Это день, посвященный памяти еврейской самарянки. Мы можем задать вопрос, почему ей такая честь? Кто она была? Почему ей посвящается особый воскресный день? Ответ прост, потому что беседа Господа с ней была знаменательной, великой беседой. И все, что рассказывает нам евангелист, каждое слово этой беседы – есть сокровище. Сначала мы видим, что Иисус идет под палящим солнцем, и, наконец, Он, уставший, утомившийся от тяжкого пути, по каменистой дороге сел у колодца. Представим себе теперь нашего Господа, которому должны были подчиняться все стихи и миры, что Он идет, как обыкновенный путник, и испытывает вместе с нами тяготы жизни, и зной, и жажду, и даже усталость. Но Он это делает для того, чтобы разделить нашу судьбу, чтобы быть ближе к людям, чтобы находить нас на дорогах жизни. И вот случайная встреча у колодца, в которой женщина из самарийской деревни, поставив себе на плечо кувшин, спускалась к колодцу по тропинке. Она подходит к колодцу, а колодец каменный, очень древний, по преданию ему уже исполнилось около полутора тысяч лет. Из него пили многие поколения. И она видит там путника с посохом, по одежде иудея, по говору тоже, который говорит ей, дай мне напиться. Дай напиться, потому что колодец глубокий, а у нее кувшин с веревкой. И она знает, что между иудеями и самарянами была многовековая вражда, такая сильная, что считалось зазорным пить из одного ковша. «Как же ты, иудей, просишь у меня пить из моего сосуда?» говорит она. А он ей сказал, «Ты мне дай этой воды, а я тебе дам воды живой, такой воды, которую один раз выпив, ты никогда не будешь жаждать». Она решила, что это колдовство какое-то. Может, и действительно заговоренная вода один раз выпил, и больше не надо пить. И она сказала, «Господин, дай мне такую воду, чтобы мне не таскаться сюда без конца». А он видит, что она не понимает, что он ей говорит о другой воде, воде духовной. Тогда он решил подойти к ней по-другому и сказал, «Позови своего мужа». А она в ответ, «Нет у меня мужа». «Да», — сказал Господь, «У тебя было пять мужей, и этот не муж тебе». И она поняла, что он знает ее печальную жизнь, ее одинокую судьбу. «Я вижу», — говорит она, «Господи, что ты пророк. Объясни нам, какая вера правильная. Вот вы, иудеи, молитесь Богу в Иерусалиме, а мы, самаряне, молимся на своей горе Горизим. Как правильно молиться Богу, тут или там?» На это Господь ей ответил, что, конечно же, закон Божий издревле повелевал молиться в Иерусалиме, ибо спасение, сказал он, от иудеев. Но приходит время, когда уже неважно будет, где молиться. На этой ли горе, или на той. Потому что всюду Бог, всюду Его любовь, и всюду Его небо. В духе и истине нужно Ему поклоняться. И правильная вера не та, которая связана с одним местом или с другим, а та, которая в духе и истине. Женщине это было не очень понятно. Да и миллионам людей, и образованным, и богословам, это непонятно. И смущенная женщина сказала, «Ну ладно, придет время, явится Спаситель, Он нам все растолкует, как и что». Она думает, что это время далеко, что оно придет когда-нибудь, может быть, через тысячу лет. И в ответ слышит удивительные и простые слова. «Это я, говорящий с тобой». И больше она Ему ничего не сказала, повернулась и побежала по тропинке к себе в селение. А Господь сидел один, задумавшись. И когда апостолы подошли к Нему, они ходили за покупками и сказали, «Учитель, поешь». Он сказал, «Я сыт, у меня есть другая пища». Они стали переглядываться, может, кто-то приходил сюда к колодцу, накормил его, а Он сказал, «Нет, моя пища – это исполнять волю Моего Отца». Тем временем послышались крики, и пестрая толпа самарян в ярких одеждах спустилась вниз. Самаряне окружили путника Иудея, не посмотрели, что он из враждебного народа, повели его в свою деревню, и что там было, мы не знаем. Но главное в этой истории – результат. Послушав его, они сказали женщине, «Вот теперь мы видим, что это правда, уже не по твоим словам, а сами видим. Мы все с вами в таком же положении. Сначала мы верим слову, написанному в Писании, в других книгах, потом мы верим словам, которые нам говорят люди. Но самый счастливый момент нашей духовной жизни, когда мы уже не по чужим словам, а по собственному чувству, по собственному глубокому опыту узнаем тайну Божию, тайну Господа Иисуса, открывающуюся в сердце. Мы, как эти самаряне, гадаем и думаем, что да как, а Он рядом с нами, Он открывает нам свое слово». Ну так, друзья, мне сказали, что у вас очень много вопросов самого разного порядка. Мы же очень часто говорим и много говорим об иксах и игоряках. Например, говорим, «Христос нас спас». А что это такое? «Христос нас спас от греха». Всё, мы теперь уже, что или не грешны, или не отвечаем за грех. Спас от смерти, все по-прежнему умирают. Что это такое? Так вот, первый вопрос и первые ступени, с которыми вам придется встречаться, это о том, а почему мы верим, что есть Бог? И какие у нас основания для того, чтобы говорить, что Бог есть? И кто Он такой Бог, в Который мы верим? Это то, чем, может быть, вы занимались, может быть, разбирали некоторые аргументы, так называемые доказательства бытия Божия. Но учтите, что в разговоре с людьми те аргументы и те доказательства, которые часто вы рассматриваете, они не всегда эффективно работают. Тут надо говорить всегда применительно конкретному человеку, применительно к его образовательному уровню. Находить нужно те слова, которые могли бы показать, показать, что вы действительно не просто верите, верить можно во что-то, а что ваша вера имеет фундамент под собой. Это первая ступень. Следующая ступень. Вторая. Хорошо. Допустим, кто-то есть. Бог есть. Да, кто-то есть. А религий-то сколько? И какая же религия верна? Почему вы отдаете предпочтение этой религии, а не другой? Сейчас опять мы стоим перед этим вопросом, когда множество, знаете ли, парашютистов, десантников спустилось с разных высот на нашу землю, и каждый из них говорит, мы истинно, православие заблуждение. Что можно ответить? Почему мы избираем именно христианство, а не что-нибудь другое? Назову и третью ступень. Даже если мы сможем показать, что христианство это действительно та религия, которая заслуживает наибольшего, я бы сказал, уважения, преклонения, которая заслуживает того, чтобы мы были убеждены в этой религии, есть третья ступень, которая сейчас приобретает очень серьезный характер. Речь идет о чем? Когда-то это было, можно было говорить о христианстве как о чем-то едином. Как вы знаете, оно раскололось. Как и, кстати, многие, то есть все мировые религии в своей истории. Раскололось оно, рассыпалось оно. Теперь мы не имеем христианства цельного и единого. Теперь мы имеем конфессии. Это католицизм, это православие, это огромное множество протестантских вещей. Самые разные ветви мы наблюдаем там. Однажды я спросил где-то в Америке, я говорю, у вас десятки всяких всяких направлений. Вы ошибаетесь? У нас сотни. Утешит. Так вот, я еще раз повторю, и так, каждый человек, который окончит духовную школу и к которому уже обращаются, как к саму, который может дать надлежащий ответ, он должен иметь ответы на эти три, три задачи. Первое. Есть ли Бог? И почему вы считаете, что он есть? Второе. Множество религий. Почему вы настаиваете на христианстве? Третье. А почему вы православные, а не католики? Католиков миллиард с лишним, а вас всего там несколько сот миллионов. Вот три, видите, три ступени, на каждой из которых вы должны твердо стоять. Но твердо стоять как? Не фанатиком быть, да избавит Бог этих упертых людей. Упертые, говорят, дважды два, четыре. Он говорит, нет, это сорока на колу. Ну почему, причём тут сорока? Это так. Что прокур от такого убеждения? От такого, я бы сказал, фанатичного, фанатичного склада ума? Нет. Мы должны быть открыты к чему? К тому, чтобы показать, обосновать, если хотите убедить человека, то, что именно это вот так. Но для этого всё это надо с вами. В зале приёмов Ставропольской и Невиномысской епархии был организован концерт народной и классической музыки для участников торжеств по случаю Дня памяти святителя Игнатия Бринчанинова и 165-летия Ставропольской православной духовной семинарии. Музыкантов и зрителей благословил епископ Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Владыка отметил, что небесный покровитель Ставропольской кафедры и духовной школы, святитель Игнатий Бринчанинов, сам никогда не чурался литературой и искусством, но всегда напоминал о необходимости для художника, человека культуры соотносить свои творческие порывы с равственным законом. Основная программа праздничного концерта была представлена квартетом «Славица», полюбившимся не только ставропольчанам, но и ценителям музыки в России и за рубежом. Квартет был организован в 2007 году преподавателями Ставропольского краевого колледжа искусств. Вместе со «Славицей» выступили солисты Ирина Белая и Георгий Таранов. «Ах, ты, духa, красновеньца, погибай он с тобой, раскуляев за тобой...» Дорогие братья и сестры! Наша передача подошла к концу. Увидимся через неделю в это же время. Всего вам доброго и дохранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok